всем привет дамы и господа с вами отец павел и отец дмитрий в эфире продолжаем нашу серию питьевых едовых обзоров сегодня мы дегустируем и сравниваем пиво давайте я представлю нашего первого конкурсанта это пиво крыльца она из республики беларусь и варить его городе сейчас расскажу про алкоголь алкоголь здесь 48 хорошая обычно обычно пиво сегодня ему составит компанию прошу внимание пиво черниговская как утверждает этикетка это пиво номер один в украине но давайте не будем так обнадеживаться сейчас это не украинское пиво его сейчас варит компания санэнбев которая находится клин саранск у них еще какие там города но по крайней мере это уже не оригинально черниговская пиво которая кто был здесь родной черниговской и алкоголь здесь тоже 4 8 сегодня на все чисто славянская русский этнос бульбаши и хохлы какой-то же это уже варит ну по факту по факту название как название хорошо то это то же самое как сравнить крушовец который по моему австрийское пиво у нас сейчас у нас есть крушовец а не чешская крушовец а может чешская ну я не помню в общем у нас варит пыльцинзии типа пыльцинзии ну хорошо давайте чтобы не тянуть котов за хвост ну как легко отбывается кстати цвет мне нравится уже изначально приятно стоит желтого класса на белых корках когда делаете хлеба или только на черном делаете в основном на черном так сейчас мы и вот это попробуем такс и потом все мы продегустируем об этом более разбавленная по моему сразу видно может что-то не доложили не ну почему разбавлен потому что она просто очень светлая не знаю не знаю тогда давайте на всякий случай скажем то что это крыльца классическая а это черниговская светлая да черниговская светлая ну прям тут точно было вам с вашего позволения начну давайте давайте но и чего так присосались обычно же для меньше всегда присосать вкусно дайте-ка я отведаю из вашего кубка попробуем ладно я пока наверно с вашего позволения вот так присосался к этому пью потому что он мне очень понравилось честно с первого глотка расскажите пока ощущение по этому пиву пока я пью ощущение пиво пьется легко оно нигде не застревает ни в каком месте горло пиво очень вкусное есть такая определенная горчинка есть послевкусие вот прям чувствуется нас насыщенный даже послевкусие и до вкусе есть запах имеешь ввиду как только начинаешь пить но принципе да перед вкусе пиво очень зачетно так давайте я попробую сейчас второе черниговская давайте отец и мидрей попробуйте по поводу черниговского пива я таких восторженных отзывов вам не скажу здесь просто горчинки меньше и все по вкусу но тем не менее ты послевкусие ой 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 я сейчас секундочку скажу а оно легче вообще было нет нет оно тоже самое 4.8 в том-то и дело мне просто скажешь что оно разбавлено и все мне тоже так кажется у нас опять произошли небольшие технические неполадки что мы вообще обсуждали мы говорили по поводу черниговского пива по сравнению с в крынице насколько оно разбавлено я свое мнение могу сказать то что оно не только кажется разбавленным мне не чувствуется такой ярко у нее нет такая приятная горчинка и послевкусие отсутствует по крайне тут она проигрывает по всем трем параметрам по всем параметрам проигрывает но не очень сильно но не очень я считаю себя гораздо сильным да нет почему очень на самом деле чем-то похожее два пива здесь в крынице более насыщенная есть горчинка и послевкусие но чтобы так резко отличалась но нет вот мой допустим вердикт пускай будет крынице 6 а черниговская 5 все мы можно черниговскому 4 поставить но я не буду ставить 4 все-таки 5 потому что оно не противно тогда если ваш вердикт дайте сейчас мы дольем пиво эти в англии по-моему недопитые остатки алкоголь называется шерсть собаки higher of a dog есть даже такая песня назовет я знал что в германии никогда не выпивают теперь давайте вынесу свой вердикт пиво крынице 10 из 10 а пиво черниговская пятерка странно 10 из 10 мне уж так понравилось честно да честно мне очень этот пиво понравился с первым годом интересно вам дайте еще раз попробую но я вряд ли изменю конечно так что вы скажете на на чуть-чуть потеплела теплее теплой ну да здесь насыщеннее на самом деле но гораздо насыщеннее дала упал выпросили нахер но не больше семерка пускай будет 7 все десятку завысили мне кажется это мой вердикт я не знаю я говорю с первым роглотка полюбим пиво крынице надо кстати ради интересно купить у нас классическое а там еще я помню было экспортное светлое и посмотреть другие другие сорта крынице ну ладно вы выслушали меня отца павла его вердикт мое мнение на которую повлиял отец павел вот заставил меня напавить бал на крынице ну да ладно до новых встреч